Всем хорошего настроения и, самое главное, хорошего самочувствия. Сегодня у нас очень интересная тема, которая многим интересна, и потому ее мы озвучивать будем отдельно. Наша беседа сегодня называется «Может ли душа умершего приходить в гости?». Потеря близкого человека – это всегда трагедия, с которой нелегко смириться. Поэтому многих интересует вопрос «Может ли душа умершего приходить в гости?». Ведь зачастую мы не только на духовном, а и на физическом уровне ощущаем, что к нам приходил умерший родственник или близкий друг. Почему иногда такие визиты могут иметь достаточно весомое подтверждение в виде запахов, перемещений предметов, снов, музыки, цифр? В связи с участившимися вопросами на данную тему, мы решили сегодня немного более подробно рассказать о том, по каким критериям и признакам можно определить присутствие души недавно покинувшего этот мир родственника или хорошо знакомого человека. Как связываются умершие с родственниками? Запах – один из вариантов того, как связываются умершие с родственниками. Ведь зачастую близкие люди ассоциируются у нас с определенным запахом. Аромат туалетной воды или любимого блюда умершего, запах сигаретного дыма – все это может говорить в пользу того, что умерший человек рядом. Кроме того, наши ощущения могут подсказать нам, что душа умершего находится рядом, как бы неправдоподобно это ни звучало. Вы спросите, как связываются души умерших со своими родственниками? Отвечаем – с помощью легких прикосновений к волосам, поглаживаний или даже поцелуев, которые мы чувствуем. А как часто бывает так, что по радио или телевидению играет именно та музыкальная композиция, которая ассоциируется с человеком, которого вы потеряли? Совпадение? А если звучать мелодия начнет именно в тот момент, когда вы думаете об этом человеке? Вполне возможно, что это послание от умерших, от тех, кто вам дорог, несмотря на то, что их уже нет и не будет рядом. Потеряв близкого человека, мы хотим хотя бы во сне встретиться с ним. Но когда умерший приходит во сне, мы пугаемся, считая, что таким образом он пытается предупредить нас об опасности. Иногда, действительно, душа умершего хочет предостеречь нас от опрометчивого шага. А может ли душа умершего приходить в гости во сне, чтобы просто сказать, что все хорошо, что пора отпустить его или ее и жить дальше? Или умершие приходят во сне, потому что живые постоянно думают о своей потере, о тех рассветах и закатах, которые провели вместе? Такой вариант тоже нельзя исключать. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Многие верят в то, что души умерших видят нас. Они наблюдают за нашей жизнью. И если мы становимся на опасный путь, если нам необходима поддержка и совет, могут подавать знаки, которые могут подсказать человеку, как решить или не попасть в ту или иную опасную ситуацию. Это может быть пропажа и появление предметов в самых непредсказуемых местах. Вы точно помните, что положили кольцо на журнальный столик, а спустя час его там не оказалось, хотя в квартире кроме вас никого и не было. Иногда можно наблюдать и вовсе не поддающуюся логике картину перемещения предметов. Например, кружка может передвинуться без посторонней помощи по столу. Что это? Рассеянность или присутствие умершего человека? О том, что души умерших видят нас, иногда приходят к живым в гости и пытаются связаться с нами, можно свидетельствовать тем, что иногда возникают помехи при просмотре телевизора, может наблюдаться мерцание света. Мало того, самостоятельно могут включаться и выключаться электроприборы. Но это еще не все. Есть сведения и о странных звонках с того света. На телефоны родственников или друзей могут поступать звонки или даже приходить СМС-сообщения с телефона умершего, который давно уже отключен. Связь умерших с родственниками. Во сне, да и наяву, связь умерших с родственниками может осуществляться посредством цифр, из которых могут составляться коды, анаграммы и другие послания. При этом нередко используемые цифры очень значимы для тех, кто покинул наш бренный мир. Интересно то, что цифры эти могут как сниться родственникам, так и окружать их в повседневной жизни в качестве знаков, которые только надо научиться правильно читать. Многих интересует вопрос, может ли душа умершего приходить в гости в образе животного? Известно немало случаев, когда после смерти близкого человека родственники находили под своей дверью кошек или собак. Таким именно образом души умерших дают знать, что они рядом, что оберегают и защищают от бед и несчастья. Кроме того, если ваше домашнее животное начинает себя вести неспокойно или странно, особенно если вы при этом еще дополнительно наблюдали несколько признаков, описанных выше, то задумайтесь о том, что это может быть душа какого-то близкого человека, который недавно покинул этот мир. Возможно, ваш умерший родственник или близкий вам человек, а иногда даже тот, о кончине которого вы еще не знали. Конечно, в итоге верить в то, может ли душа умершего человека приходить в гости к живым людям или нет, дело каждого. Важно в любом случае помнить о том, что жизнь продолжается, что после дождя всегда светит солнце, а после зимы наступает весна. И, скорее всего, умерший человек приходил попрощаться и отпустить вас в новую самостоятельную жизнь. Также отпустите и вы тех, кого слишком сильно удерживаете на этой земле своими переживаниями, даже если это очень и очень нелегко. Но после этого наверняка и вам, и душе, оставившего данную землю близкого человека, будет намного лучше, легче продолжать свой дальний путь, чего мы вам настоятельно рекомендуем и советуем. Также, если у вас недавно произошло подобное событие в жизни, можете дополнительно ознакомиться на нашем портале с тем, как правильно проводить поминки на 9 дней, 40 и даже год со дня смерти. А также советуем подробнее изучить, что ждет человека после смерти по славянским поверьям и традициям и многие другие полезные материалы по саморазвитию. Также мы ждем от вас ваши вопросы. Рассказывайте свои истории из реальной жизни в комментариях. Мы на все вопросы ответим и дадим, если нужно, советы, как поступить в той или иной конкретной ситуации. Переходите по ссылкам в описании. Мы на нашем портале саморазвития ответили уже на многие конкретные и самые распространенные вопросы, ведь эта тема оказалась довольно обсуждаемой, поэтому наверняка вы уже сможете найти что-то полезное и для себя. На этом мы прощаемся с вами. Желаем вам самого лучшего, самого хорошего и самого светлого. Всего вам доброго. До свидания. Но на этом еще не конец, вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok